Добрый вечер! О событиях уходящего вторника вам расскажут корреспонденты телевизионной службы новостей. И я, Андрей Сидорчуков, смотрите в нашем выпуске. Он сейчас кошек убивает, а потом пойдет людей резать. Кошачий маньяк, неизвестный, подбрасывает трупы зверски замученных кошек на территорию детского санатория «Малыш». Будем биться до последнего за этот дом, который могут снести. Земельный скандал. В Пермском районе под снос могут пойти более ста домовладений. Я решил поехать в Россию и получить опыт здесь. Из первого университета Великобритании в первый вуз на Урале. Оксфордские студенты проходят летнюю практику в Пермском госуниверситете. ЧП на пороховом заводе. Накануне в одном из цехов произошла так называемая вспышка. От возгорания компонентов топлива пострадали четверо рабочих, которые получили различные ожоги. Все они госпитализированы. Один из них, 41-летний заводчанин, находится в особо тяжелом состоянии. У него обожжено 90% поверхности тела. На предприятии работает специальная комиссия. О начале проверки сообщила и пресс-служба регионального следственного управления СКР. Предварительно установлено, что возгорание произошло из-за нарушения требований охраны труда. Жертв чудом удалось избежать. Масштабное ДТП произошло сегодня на южном обходе Перми возле деревни Якунчики. Тяжелогруженный лесовоз двигался в сторону западного обхода. У него лопнуло колесо и тягач с прицепом вылетел навстречу, снеся несколько метров разделительного барьера. Лесовоз остановился буквально в считанных метрах от других участников дорожного движения, сообщают очевидцы в соцсетях. И добавляют, что если бы бревна сорвало скреплений, то дорога могла стать похожей на сцену из известного фильма ужасов «Пункт назначения». Ближе к вечеру Пермь накрыл обширный грозовой фронт. В сообществе «Мой город Пермь» выложено красивое видео того, как непогода наступает на город. Не обошлось и без последствий. Многие улицы Перми опять затопило, а в индустриальном районе порывом ветра повалило большое дерево. Оно практически полностью перекрыло улицу Мира, движение по которой оказалось парализовано. К другим темам. Маньяк-кошатник держит в страхе верхнюю курью. Здесь объявился садист, который мучает и убивает домашних животных, а затем подбрасывает трупы кошек на территорию краевого детского санатория «Малыш», сотрудники которого уже буквально паникуют и просят помочь найти бессердечного ублюдка. На месте кровавых событий побывала Евгения Караксина. То голова, то толще, то хребет один. Сотрудник детского санатория Андрей Плюснин рассказывает о жутких находках. Убирая территорию учреждения, он периодически обнаруживает убитых кошек. Как правило, возле этого забора. Некоторые четвероногие были задушены, некоторые расчинены. Я находил каждые 2-3 дня кошка была. Кошки все как домашние, целые. Не худые кошки были. Это надо больным дочерком быть. Ну, чтобы такое делать. Сотрудники в шоке от происходящего и считают, что садист должен ответить перед законом за жестокое обращение с животными. Воспитатели также недоумевают, почему душегуб избавляется от своих жертв именно таким образом подбрасывает на территорию детского санатория. В одном из последних случаев он буквально подбросил кота в мешке. Я работала в ночь. И как бы сейчас же тепло, балконы открыты, кошка заорала. Я выскочила, Ирина Щербукова тоже выскочила. Мы побежали к забору. Из-под сахара мешок, значит, там вот такой вот где-то промежуток. Кошка орет. Она завязана на веревочку. То есть кошка примерно где-то вот в таком промежутке была. Нужик какой-то разговаривал за забором. Он сейчас кошек убивает, а потом пойдет людей резать. Сотрудники санатория считают, что на протяжении нескольких месяцев все учреждение держит в страхе некий мужчина средних лет. Именно он перебрасывает через забор трупы убитых кошек, а еще недавно воспитатели заметили незнакомца, который пытался перелезть через забор, тем самым напугал детей во время вечерней прогулки. В этот момент подошли педагоги, два воспитателя. Сказали ему, чтобы он уходил отсюда, и они немедленно будут вызывать полицию. После этих слов он сразу же скрылся, ушел. Мы будем делать все, чтобы этого человека нашли. Сегодня сотрудники санатория подали заявление в прокуратуру. Там пообещали провести проверку и принять меры. В следующих выпусках ТСН мы вернемся к этой теме. Евгения Караксина, Александр Худяков, телевизионная служба новостей. Бывшие руководители краевого ГУФСИН осуждены за мошенничество в особо крупном размере. В Москве перед судом предстали экс-начальник ГУФСИН по Пермскому краю Александр Соколов, его бывший зам Олег Бабенко, а также бизнесмен Владимир Маховой. Напомним, по данным следствия, с 2008 по 2014 год вышеупомянутая Т3О получила от одного жителя столицы около 10 миллионов рублей за обеспечение безопасности, поскольку в адрес коммерсанта поступали угрозы от его бывшего компаньона, отбывающего наказание в одной из прикамских колоний. В итоге, каждый из подсудимых приговорен к пяти годам колонии общего режима. Кроме того, бывшие высокопоставленные офицеры ФСИН лишены званий и госнаград. Отметим также, что Александр Соколов сейчас является фигурантом еще одного уголовного дела, возбужденного по факту получения взяток. А в Перми суд вынес приговор очередному телефонному террористу. Напомним, вечером 19 февраля Пермский автовокзал был срочно эвакуирован после сообщения о готовящемся взрыве. Прибывшие на место ЧП представители оперативных служб вывели из здания всех сотрудников и посетителей. Всего более ста человек. Автовокзал тщательно обследовали, но взрывное устройство не обнаружили. Телефонным террористом оказался 29-летний Пермиак. Он был пьян и решил таким образом пошутить. Шутка вылилась в год колонии-поселения и штраф 8 тысяч рублей в счет возмещения ущерба оперативным службам. Была своя, но неожиданно снова стала государственной. В Пермском районе разразился земельный скандал. В Култаевском сельском поселении арестованы более сотни участков. Некоторые строения, возведенные на них, уже признаны незаконными. При этом большинство семей владеет недвижимостью уже довольно долгое время. В проблеме разбиралась Екатерина Леонова. Лет 10 назад это место, по сути, было полем. С годами здесь выросла целая деревня. Люди возвели дома, облагородили и благоустроили территорию. Уже несколько лет Надежда Сидинина обустраивает свой участок. Вложить в строительство пришлось все, что было, в том числе и материнский капитал. Но, как выяснилось, буквально на днях земля эта снова принадлежит государству. Этот участок был мечтой. То есть мы его искали на протяжении 5-6 лет. Вложите там 2, 3, 5, 10 миллионов, лезьте в кредиты и в долги. И у вас через, получается, в 10-м году приобретение, через 6 лет у вас все это забирают. Предыстория такова. Бывший глава Култаевского поселения господин Щеколев через подставных лиц продал государственную землю в частные руки. Сам Щеколев сейчас в розыске. А земля, фигурирующая в деле более 100 участков, оказалась арестована. Часть строений на этих участках по решению суда уже объявлены незаконными постройками, которые надлежит снести. При этом у большинства собственников на руках есть все необходимые документы на право владения и землей, и недвижимостью за подпосями органов местного самоуправления и госучреждений. И справки давали, и разрешения давали, и присвоение адресов, и так далее. Но это просто, не знаю, мне кажется, мошенничество в особо крупных размерах. По словам жителей, районные власти предлагали собственникам решить проблему следующим образом. Купить незаконно приобретенную землю еще раз по рыночной стоимости. Получается, что мы четыре года осваиваем землю, выкорчевываем деревья, копаем, в общем, улучшаем, повышаем тем самым эту рыночную стоимость. И получается, что с нас же за наш труд хотят взять деньги. Впрочем, в администрации Пермского района отчасти успокоили. Пока до конца не разберутся в проблеме, сносить дома никто не будет. Сейчас специалисты обследуют все сомнительные земельные участки. С добросовестными приобретателями местные власти надеются заключить мировое соглашение. Если у людей есть свидетельство о праве собственности на строение, то, соответственно, у них возникает право выкупа земельного участка под объектом недвижимости по льготной цене. То есть, в соответствии с законом Пермского края, полтора процента от кадастровой стоимости. По мнению юриста Станислава Шестакова, граждане в этом случае вообще ничего и никому платить не должны. Адвокат считает, что здесь права человека должны быть выше интересам государства. Мошенники забрали у государства землю, продали, деньги попрятали в своей кубышке. Что делает государство? Забирает землю у добросовестных приобретателей. В результате государство остается при своем, мошенники остаются при своем. Пострадали ни в чем не виноватые граждане. Получается, что государство вместе с мошенниками отобрали имущество у граждан. На мой взгляд, должны предъявляться требования именно к виновным лицам, искать их имущество и ущерб взыскивать с них. Сейчас люди, чьи дома решено сносить, намерены подавать апелляцию. Они надеются на помощь юристов, правосудие и здравый смысл. А куда идти, я не знаю. Ну вот здесь вот, наверное, выроем большой котлован и будем биться до последнего за этот дом, который могут снести. Мы обязательно вернемся к этой теме вновь. Екатерина Леонова, Михаила Ситров, Телевизионная служба новостей. Вопреки политическим разногласиям, в Пермь приехала большая группа студентов из Великобритании. Учащиеся из Оксфорда пройдут летнюю практику в Пермском госуниверситете. Они будут заниматься исследованиями в области химии, физики, геологии, а также отправятся на сплав по Вишере. Подобная международная практика проходит уже не первый год. Из первого университета Великобритании в первый вуз на Урале. Группа студентов из Оксфорда сейчас работает в одной из лабораторий химического факультета Пермского госуниверситета. Одно из направлений работы – синтез гетероциклических соединений. Они используются в производстве пластмасс, а также как красители и даже лекарства. Оснащение в Пермской лаборатории вполне соответствует европейским стандартам, говорят британские гости. Для меня стажировка в университете – это возможность увидеть множество разных лабораторий. Я хочу узнать больше о разных способах проведения исследований. К тому же я хотел бы иметь опыт работы с другой культурой. Поэтому я решил поехать в Россию и получить опыт здесь. Практические занятия организованы на других факультетах университета. Биологи на учебной базе при Дурале займутся диагностикой состояния природной среды, возьмут пробы почв, изучат редкие виды растений. Геологи отправились в республику Хакасия, где будут искать породы, содержащие золото. Ну а физики окунутся в мир квантовой электродинамики. Всего в этом году на практику в Пермь прибыло 26 студентов из Оксфорда. Есть ребята, которые имеют опыт исследовательской деятельности, есть те, которые обладают теоретическими знаниями. Но мы стараемся все это дело объединить. И у нас получается, как правило, хороший союз. И, конечно, мы используем эти навыки, навыки ребят, их теоретическую базу для наших исследований. Они нам здорово помогают. Сотрудничество Пермского университета с Оксфордом длится больше 20 лет. Английские студенты на летнюю практику в Пермь приезжают в пятый раз. Несколько лет назад молодые британцы увезли на родину даже благодарственные письма от МЧС. Во время сплава по реке Усьва ребята увидели в лесном массиве огонь и затушили его, предотвратив пожар. Кстати, этим летом, после завершения всех лабораторных опытов, молодые ученые отправятся в 10-дневный сплав по Ишере вместе с сотрудниками и преподавателями нашего университета. Олег Романов, Юлия Зыкова, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей. И реклама, и уникальный образец дизайна, и свидетель времени – все это о киноплакате. В Пермской художественной галерее впервые открылась выставка афиш, которые в свое время украшали здания кинотеатров. Самые ранее нарисованы и растиражированы еще в 20-е годы. Есть и уникальные плакаты в единственном экземпляре. Репортаж Юлии Зыковой. Этому киноплакату почти 100 лет. Агитационный фильм под названием «Труд и капитал» до наших дней не сохранился. А вот афиша жива по сей день. А это постеры 20-х годов, когда киноискусство переживало подъем. Режиссеры смело экспериментировали. Изображение в кадре состояло из геометрических фигур, плоскостей, линий, как в фильме «Аэлита». А динамика действия достигалась за счет приемов монтажа. Не отставали и авторы киноафиш. Плакаты создавались в том же монтажном стиле. Это головоломка из предметов, человеческих лиц и фигур, где пропорции не соблюдаются. Все для того, чтобы огорошить зрителей и привлечь внимание спешащих прохожих. Поэтому в это время плакаты, киноплакаты необыкновенно яркие, необыкновенно образные. Киноплакат 20-х годов – это вообще лидер художественных поисков от своей эпохи. В художественной галерее впервые показывают большую выставку советских постеров. Здесь поясняют, в свое время почти при каждом крупном кинотеатре работал художник. Он и создавал афиши к фильмам. Кроме того, в Москве действовала фабрика «Рекламфильм». Работы графиков здесь тиражировали и распространяли по городам Союза. Но есть на этой выставке и уникальные плакаты с автографами мэтра отечественной мультипликации Юрия Норштейна. Автор знаменитых «Ёжиков тумани», «Сказки-сказок», «Шинели» приезжал в Пермь в середине 90-х годов. В художественной галерее тогда состоялась его персональная выставка. У него особое отношение с Пермью, потому что первая выставка его как художника, с показом всей его кухни, с вывозом и своей мастерской. Там тысяч деталей к его фильмам он согласился с делу в Перми. Тема выставки шире, чем просто киноплакат. В свое время эти афиши украшали пермские кинотеатры, которых в городе было множество. «Россия», «Дзержинец», «Луч», «Темп», «Горн» – все эти названия уже ушли в прошлое. Вот на Комсомольском проспекте, в двух шагах от художественной галереи, кинотеатр «Красная звезда». Сейчас его здания, как и многие другие, можно увидеть только на старых фотографиях. А по афишам вспомнить, какие фильмы увлекали пермяков 40, 50, а то и 70 лет назад. Юлия Зыкова, Михаила Ситров, Телевизионная служба новостей. Новый успех детективов истории. Археологи обнаружили останки еще одного древнего слона. Напомним, палеонтологическая экспедиция базируется в эти дни в Аханском районе Прикамья. В 2013 году там нашли фрагменты скелета трагонтериевого слона. Это предок шерстистого мамонта. Из-за дождливой погоды на протяжении двух лет раскопки продвигались медленно. В этом году дело спорится. Пермские и столичные ученые нашли останки еще одного животного. Это нижняя челюсть и зубы. Проведенный анализ показал, что они принадлежат слону, которому на момент смерти было около 50 лет. Он прожил вдвое дольше, чем тот, которого нашли три года назад. Продолжение следует...